Слава Тебе, Боже, да слава Тебе! Пресвятая Богородица, спаси нас! Светитель, очи наш, Николая, были Бога у нас! Преполомни, учина Сергия, были Бога у нас! Во имя Отца и Сына и Святого Духа. Аминь. 25 июля. Преподобный Макарий Желтоводский, Унжинский, родился в 1349 году в Нижнем Новгороде в семье благочестивых родителей. В 12 лет он тайно ушел от родителей и принял иноческий пост в Книжегородской Печерской обители, а Святого Дионисия, впоследствии архиепископа Суздальского, умершего в 1385 году. Со всем пылом юношеской души он отдался делу спасения, строжайший пост, и точные исполнения иноческих правил отличали его перед всеми братьями. Только через три года родители преподобного Макария узнали, куда он скрылся. Отец пришел к нему и слезно умолял сына лишь о том, чтобы он вышел повидать все с ним. Преподобный Макарий разговаривал с отцом через стену и сказал, что увидится с ним в будущей жизни. «Протяни мне, по крайней мере, свою руку», — просил отец. Сын исполнил эту малую просьбу, а отец, поцеловав протянутую руку сына, возвратился домой. Тяготясь славой, смиренный Макарий удалился на берег реки Волги и подвязался здесь в пещере близ озера Желтые воды. Здесь он твердым воздержанием и терпением преодолевал брань врага спасения. К преподобному Макарию собрались любители безмолвий, и в 1435 году он устроил для них обитель во имя Пресвятой Троицы. Здесь он начал проповедовать христианство окрестным Черемисом и Чувашем и крестил Магометана и язычников в озере, получившем название святого. Когда в 1439 году казанские татары разорили обитель преподобного Макария, взяли в плен. Из почтения к его благочестию и благотворительной любви хан отпустил святого из плена и вместе с ним освободил до 400 христиан. Но с преподобного Макария взяли слово не селиться при Желтом озере. Преподобный Макарий с честью похоронил избиенных в его обители и отправился за 240 верст в Галеческие края. Во время этого переселения все путники по молитвам преподобного питались чудесным образом. Дойдя до города Унжа, преподобный Макарий поставил в 15 верстах от города на берегу озера Унжа крест и построил келью. Здесь он основал новую обитель. На пятом году своей жизни в Унжа преподобный Макарий заболел и приставился в возрасте 95 лет. Еще при жизни преподобный Макарий был наделен благодатным даром. Он исцелил слепую и бесноватую девушку. После кончины преподобного многие получили исцеление от его мощей. Иноки воздвигли над его гробом храм и установили в обители общежитие. В 1522 году татары напали на Унжу и хотели ободрать серебряную раку в Макарьевой пустыне, но ослепли и обезумев бросились сбежать. Многие из них утонули в Унже. В 1532 году молитвами преподобного Макария спасся от татар город Салигалич, и благородные жители устроили в соборном храме предел в честь святого. Более 50 человек по молитвам преподобного Макария получили исцеление от тяжких недугов, как это установила комиссия, постанная патриархом Филаретом. Богу нашему слава во веки веков. Аминь. Просим, приходите, подписывайтесь, будете регулярно получать с нашего канала.